Здравствуйте, дорогие друзья! Очень часто мне задают вопрос, какой бензин лучше заправлять в автомобиль. Ну, касательно 92-го, наверное, все уже знают, что это, как правило, более чистый бензин, чем 95-й. Но давайте рассмотрим еще несколько вариантов. Очень часто на заправках существует и 100-й бензин, также существует 98-й бензин, ну и, соответственно, также 95-й бензин. Стоит ли лить эти бензины в свои автомобили? Друзья мои, в большинстве случаев это чисто маркетинговый ход. Если вы заливаете, допустим, 95-й бензин и думаете, что если вы залите 98-й бензин, то у вас автомобиль летать начнет? Он не начнет летать. И, как правило, это один и тот же бензин, разлитый просто по разным емкостям. Я не думаю, что у сотого бензина, который имеет на заправке вывеску с цифрой 100, будет действительно октановое число, составляющее 100. Скорее всего, это тот же 95-й бензин будет или, допустим, какой-то 95-й, но это импортный бензин, то есть завезенный извне. Такое очень часто практикуется, это маркетинговый ход именно конкретно на заправках. Да, скажете вы, конечно же, каждый бензин имеет сертификат. Друзья мои, бензин, налитый в бочку, уже не имеет сертификата. Неизвестно, что там залито до этого было или когда этот бензин заливался. Поэтому все это сертификат, и вы должны сами прекрасно понимать, что это абсолютная ерунда. Конечно же, мы должны заправляться тем бензином, который нам рекомендует завод-производитель автомобиля. Если мы купили автомобиль и рекомендованный вид топлива, бензин с октановым числом 95-98, то мы смело можем заливать и 95, и 98. Мы смотреть на октановое число 100 вообще не должны, а нас не должно интересовать. Мы должны просто заправляться хорошим, качественным бензином на хорошей, качественной заправке. То есть на брендовой заправке, где существует хоть маломальская гарантия того, что вы зальете себе хорошее, качественное топливо. А не на какой-то шарашке на периферийной заправке. Указатель будет стоять, что у них там сотый бензин, а в действительности это не то что сотый, а хоть бы до 95 дотянул. Поэтому, друзья, вот такая ситуация. Но, давайте вернемся к сотому бензину. Есть некоторые американские автомобили, в которых рекомендовано заливать высокооктановый бензин. Да, там огромные объемы, огромный расход топлива. Ну и на них как раз и рассчитан вот этот маркетинговый ход. Чтобы люди, которые имеют такие автомобили, заправляли более дорогим бензином, который имеет большее октановое число. Но, хотя эти автомобили, которые рассчитаны якобы на высокооктановый бензин, подходит прекрасно для них и 95 бензин, или 98 бензин, если он у вас такой существует. То есть можно смело заливать бензин 95, ничего страшного с этим не произойдет. Друзья, мы и так делаем вывод. Если мы уверены в заправке, заправка брендовая, качественная, вы постоянно на ней заправляетесь, нареканий на нее не было, или, допустим, на сеть какой-то заправок, в которую вы уверены, то смело заправляйте обычный 95 бензин. Потому что, переплачивая за 98, за 100, вы потратите денег больше, а получите в 90% случаев тот же бензин, который вы заправили бы только под маркой 95. Конечно же, друзья, есть и исключения. Но вы не пилоты Формулы 1, и вам нет необходимости заливать слишком высокооктановый бензин в свой автомобиль. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал, и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok